всем всем здравствуйте меня зовут татьяна и я рада приветствовать всех кто заглянул сегодня ко мне в гости сегодня мы с вами в начале поговорим о сумках которые в этом сезоне оказались в тренде это сумки которые связаны с пряжей рафия пряжа рафия тоже разная от более бюджетной например фабрики фибро натура до более дорогой как рафия испи и конечно же есть много разных видов пряжи рафия в этом сезоне я тоже решила попробовать эту пряжу вообще первой мысль у меня было когда я эту пряжу заказывала это связать себе и дочке шляпки шляпки на отдых но полежав какое-то время это пряжа я поняла что я не хочу вязать шляпки и тут мне подружка присылает фотографии разные фотографии сумок связанных из рафии когда я стала рассматривать эти сумки меня больше всего удивила цена но на мой взгляд так как я человек который вяжет и который может связать подобные изделия я вижу сложность какова сложность вязания я понимаю что цена но очень дорогая конечно многие известные мировые бренды также вяжут изготовили коллекцию сумок будет правильнее сказано изготовили коллекцию сумок из пряжи рафия я вам вставлю несколько фотографий чтобы вы посмотрели вместе с ценой когда и как бы взять эти ссылочки ну и как бы потом если захотите напишите мне свои впечатления каково 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 когда мы готовились к отпуску нужно было заходить в разные магазины и проходя мимо рядов с бутиками вне глаза бросилась сумка прада милана связаны из рафии но цвета как правило вообще сумок большая часть сумок связанных из рафии даже у мировых брендов это натуральный цвет такой вот бежевый цвет соломы я попросила продавца разрешение сфотографировать она говорит конечно фотографируйте я сфотографировала на эти сумки уже была 20 процентная скидка когда я подняла эту сумочку она ну вообще просто невесомая легкая и действительно эти сумки уходит очень мало пряжа но и насмотревшись всей этой красоты я решила что мне необходимо просто связать сумку из рафии но свою да как бы я почему и придумала ей название быть в тренде ну что ж использовала я вот такую пряжу такими здесь как у катушечки 160 граммов в адресе заказывала эту пряжу два цвета как вы понимаете этот цвет вот такой ярко-голубой и цвет соломы вот такая у меня получилась сумочка размеры сумки вот здесь у вас будут на экране я вообще ее вязала на пляж но делала ручки такие чтобы можно было и в руке нести и чтобы свободно можно было надеть вот посмотрите можно и надеть сейчас она конечно не надета ничем она легкая значит на эту сумку ушел моток 160 грамм и вот от этой пряжи ушло совсем немного на отделку ручки и кисточки ну а как эта сумка выглядит когда уже в использовании вы сейчас видите и вот а а сейчас приглашаю вас на мастер-класс по вязанию вот такой оригинальной трендом сумки из графе и большое разнообразие у меня рафия вот в таких бобинках я заказывала в адресе и вот такой вот у меня цвет яркий голубой красивый цвет я использую крючок номер пять но вы подбираете под свою плотность вязание всех деталей у меня сумочка будет связан из деталей потом будем собирать одинаковый узор на всех деталях значит вязание поперечная у сумки вязание поперечная сейчас покажу вам деталь вот так выглядит деталь затем она будет вот таким вот образом у нас располагаться а вижу я поперек и так набрали воздушную цепочку на каждую вот эту большую деталь я набирала 40 воздушных петель значит набрали 40 воздушных петель плюс 1 петля подъема и со второй петли за одну дужку подхватываю первый ряд провязываю столбик без накида далее воздушная петля пропускаем одну петлю в следующую за одну дужку подхватываем провязываю столбик без накида воздушная петля одну петлю пропускаем и провязываем за одну дужку столбик без накида так провязываем до конца ряда в начале мы провязываем столбик без накида и в конце у нас тоже получится столбик без накида вот я дошла до конца весь я привязывал воздушная петля столбик без накида и в последнюю петлю я также провязываем столбик без накида провязала до конца первый ряд начиная со 2 все последующие ряды провязываются следующим образом 1 для подъема поворачиваем вязание провязываем столбик без накида в предыдущий столбик воздушная петля столбик провязываем столбик без накида воздушная петля столбик провязываем столбик без накида воздушная петля столбик провязываем столбик без накида и далее мы провязываем вверх на необходимую высоту я связала всего пять деталей две большие детали у меня получились размером по ширине 35 по высоте 25 с половиной сантиметров это две детали дальше это боковинки сумки 26 и ширина 6 сантиметров две боковинки и дно сумки но сумки будет у всех спас свое то есть мы вот так вяжем поперек поперек вяжем 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 вот получается для нас мы должны связать донышко по длине сумки соответственно она у меня получается 34 сантиметра тут я сколько намерил 35 на но как бы тянется вот она полностью подходит я сейчас отпарю все детали эти и будем соединить детали я отпарила через мокрую тряпочку отпаривала я не могу сказать что какие-то колоссальные изменения произошли теперь посмотрите какая вам страна нравится по мне они вообще выглядят идентично как бы выберите какая страна вам нравится и будем сейчас собирать нашу сумку значит как я решила собирать начнем мы с вами донышко берем крючок берем ниточку рафи и будем прикреплять снаружи то есть по лицевой стороне у нас будут рельефные швы здесь заходим в крайний столбик вот у меня донышко вот одна из деталей так короткую ниточку делаю одну петлю подъема и теперь столбики столбик без накида дальше у меня здесь воздушная петля значит под воздушную петлю в этой детали в этой детали 5 провязываю столбик без накида вот таким вот образом да это нелегко сразу хочу вас предупредить что вообще вязание из рафи это нелегкий процесс так пропустила я вот сюда сначала под воздушную петлю столбик но мы всегда с вами нацеливаемся на что на результат вот такая получится косичка это мы все уберем на это не обращайте внимание сейчас я пройдусь по этой стороне затем эту сторону возьму со второй детали пройдусь а а хотя нет сейчас я дойду до конца и сразу же здесь боковинку пройдемся по боковинке вот я прошла по одной детали теперь смотрите можно вот сюда перейти боковинку пришить привязать таким вот образом хотите можете оторвать и вторую деталь потом боковинки я покажу как я перейду на боковую часть вот эта ниточка которая здесь хвостик можно его как раз сейчас спрятать в вязании так крайняя петля и вот сюда крайняя петля закрепляю вязание здесь соединительный столбик а дальше таким же образом вот эту ниточку прокладываю здесь я ее спрячу и прохожу до верха так вот я сейчас пойду до верха здесь я открепляю отрезаем нить потом уже у меня будет обработка верха полностью всего хорошим шагом я хотела пройти надеюсь что мне пряжи хватит и буду пришивать вторую деталь в донышку и затем тоже боковинку с другой стороны я обвязала соединила все части и у меня закончилась пряжи на это не повод унывать это повод придумать что-то интересное оригинальное у меня еще вот такая бобинка цвета соломенного и ручки обвязка еще украшение для сумки я буду делать из этой пряжи мы с вами нужно набрать 5 воздушных петель и провязать столбиками без накида вот такой вот полоску у меня она получила 48 сантиметров а сейчас из этой полоски мы сделаем ручку для сумки возьмите иголку вставляем нить и закрепляем узелок будем с вами делать такую ручку часть будет пришиваться у нас значит нижнюю часть мы с вами оставим не закреплена теперь я вставляю узелок вот сюда подальше и и протягиваем иголку крайние боковые петельки и и и не получится вот эту часть пришиваем а дальше будет вот такая кругленькая сумка что я сейчас прохожу за крайние петельки просто оттягивать протягиваем нить до конца в конце также мы с вами оставим вот такую вот часть не закрытой я дошла до конца теперь нужно закрепить нить несколько стежков внутрь крючки вот такая у нас крючка значит от ниточку я отрезаю сейчас при помощи крючка будем прятать вот эти и вот таким образом вот все и сейчас спрячу эти кончики с другой стороны сделаем то же самое теперь нужно определить центр чтобы пришить ручки пришиваем ручки и и Продолжение следует... Продолжение следует... Пришили одну ручку и вот рядышком пришиваем вторую часть ручки таким же способом. Я смотрю, чтобы у меня все было на одной линии. Пришиваем вторую часть ручки. Вот такие ручки получились. Вверх сумки я прошла рачьим шагом. И пришила еще в качестве украшения такие кисточки. А чтобы сумка закрывалась, две магнитные кнопки. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...